Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Погром с последствиями. Ромы выходят на протесты из-за убийства товарища. Запад требует реакции. Бомба под сиденьем. За что взорвали директора охранной фирмы в Одессе? Курс на султанат, как выборы в Турции привели Раджепа Эрдогана к практически неограниченной власти. Без суда и следствия Дональд Трамп расколол штаты очередным заявлением. Что на этот раз? Жестокую резню в ромском таборе во Львове организовали обычные львовские школьники. Напомню, накануне ночью неизвестные в масках с ножами напали на временное поселение ромов. Во время этого погрома погиб один человек. Пострадали еще двое парней. Один в тяжелом состоянии находится в больнице. Его уже прооперировали. Среди раненых также 10-летний ребенок и женщина, которая пыталась за него заступиться. Все подробности расскажет Галина Якушко. 24-летний Дави, который погиб накануне во время нападения на табор ромов, бедствовал. Во Львов семьей приехал заработать денег, рассказывает староста ромского поселения села Баркасова. Сегодня он и еще несколько десятков представителей общины в Ужгороде. С плакатами «Нет расизма» на разных языках люди выстроились возле обл. администрации. Требуют от властей наказать убийц по всей строгости закона. Был мирный, спокойный, не пьянец. Они в Львову ехали, там какая-то свалка, там люди заработали на хлеб. Они бутылки собирали, металом собирали, пластмасс. Ну и что не попало. Они так хотели заработать на жизнь. Они не богатые люди. У нас это болит. Вбивать человека, потому что он ром. Прийти вечером в масках, с ножем и зарезать человека, и зарезать детей, женщин. Это не нормально. Неужели нам не можно поехать в Львов, в Тернополь, в Киев? И каждый из нас есть ромом. Дави убили несколько подростков. Это ученики львовской школы. К нападению тщательно готовились. На бумаге рисовали план захвата ромского табора и план отступления. Также составили список участников, рассказывают в полиции. Сейчас школьников допрашивают в присутствии родителей. Ведь они несовершеннолетние. Нападавшие состояли в неофициальной организации «Трезвая и злая молодежь». Жили в одном районе. Свой офис обустроили в гараже неподалеку от ромского табора. В помещении правоохранители нашли неонацистскую символику. Они так как бы сгуртувались совсем недавно, чтобы брать так по часу, в межах несколько месяцев. Их объединял этот один старший, которому уже 20 лет, с метою наведения порядка в городе Львове. Такие идеологические идущие закиды. Семерым несовершеннолетним участником нападения и 20-летнему организатору, его зовут Андрей Тычко, уже объявили подозрение. Информация о нем скудная. Известно, что парень учился в ПТУ, искал работу консультантом. Под его руководством школьники сначала занимались уборкой собственного района. Затем ополчились против тех, кто мусорит, бездомных и наркоманов. Позже и против рома, собирающих макулатуру. В школе, где учились парни, случившимся, шокированы. В таком веке, они очень хиткие, у них и такая психика, и поэтому очень легко можно их подборить. Власне, нужно шокать людей, которые способны на это, которые взяли детей под свой вплив. Подозреваемым инкриминируют сразу несколько статей, среди которых умышленные убийства, совершенные группой людей по предварительному сговору и разжигание национальной и расовой вражды. Организатора будут судить еще и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Галина Якушко, Марина Коваль, Юрий Голубенко, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Я напомню, что событием во Львове предшествовали несколько нападений на ромские поселения. Наиболее резонансные в этом году произошли в Киеве. В апреле праворадикальная организация СИ-14 сожгла палатки ромов в парке на Лысой горе. 7 июня представители национальных дружин снесли постройки ромов в Голосеевском парке. Это происходило в присутствии полиции. Никто из представителей ромов тогда не пострадал. Участники этих акций заявляли, что таким образом они борются с антисанитарией. Шокированы нападением на лагерь ромов в посольстве Соединенных Штатов. На официальной странице в Твиттере дипломаты призвали как можно скорее наказать виновных. Позиция Совета Европы такая же. Комиссар по правам человека организация Дуня Миятович отметила, что это не первое нападение на ромов в Украине. Однако реакция властей слабая. Поэтому комиссар призвала украинское правительство прилагать больше усилий, чтобы подобные инциденты не повторились. В Киеве похищен сын финансового аташе посольства Ливии. Сегодня днем на улице Тургеневской неизвестной силой усадили его в такси. После чего скрылись в неизвестном направлении. О происшествии сообщили свидетели. Полицейские нашли паспорт 26-летнего ливийца по имени Абдусалам. В городе был объявлен план-перехват. И новые подробности ночного взрыва в центре Одессы. Пострадавшим оказался директор охранной фирмы Андрей Бабенко. Мужчина работал на крупного бизнесмена Романа Купера, которого местные активисты обвинили в создании монополии и криптоимперии. Все детали знает любовь кукла. А у вас окна сюда выходят? Да, у нас сюда и кухня, и балкон. То есть у нас на балконе даже остатки от автомобиля, запчасти. Одесситка Инна Бородина находилась у себя дома, готовилась ко сну, когда около полуночи услышала мощный взрыв. Мы уже почти могли спать. И сильный взрыв просто разорвал пространство. Выскочили у нас здесь машины, стояла под дома. Это страшно. Взрыв был настолько сильным, что у местных жителей вылетели окна. В квартирах осыпалась штукатурка. Как выяснилось, взорвалось припаркованное у ее дома авто. Муж выбежал на улицу, я оставалась на балконе. И тут очень быстро, оперативно приехала скорая, пожарная, милиция. Видели, как уносили пострадавшего. Пострадавшим оказался некий Андрей Бабенко, директор охранной фирмы «Самсон». А в прошлом – милиционер, который в 2017 году обвинялся в насилии по отношению к правоохранителям. Подозревают, что принимал участие в столкновениях с полицией на таможенной площади Одессы. Вчера около полуночи Андрей с женой, детьми и сопровождением охраны приехал домой. Свой «Мерседес» припарковал через дорогу. Когда же люди заходили в парадное, сработало взрывное устройство. По словам полицейских, бомбу заложили в машину с ирландскими номерами, которую специально за пару часов до этого оставили в входа в подъезд. Машина уже здесь стояла припаркованная. То есть это не наша, не местная. А как давно она здесь стояла? Уже пишут туда три дня там стояла и так далее. Нет, нет. Она три дня здесь. Я ее не видела. После обеда она появилась. Вот вечером в девять часов мы выходили на прогулку. Она уже стояла и, наверное, была уже заряжена. Сам потерпелый доставленный до лекарственного заклада, где ему нужна медичная допомога. Ему жизнь и здоровье ничего сейчас не загрожает. Как выяснилось позже, в бомбе были осколки и шарики. При этом взрыв был прицельно направленным. Звычайно, все версии, которые разгадают следствия, опрацовываются, выучаются. На жаль, официальная заборона от следователей. Надо давать какие-то комментарии стоящие детали и обстоятельства этого инцидента, а также про состояние здоровья потерпелого человека. Тем не менее, самой очевидной причиной ночного взрыва, говорят в полиции, являются бизнес-разборки. Как известно, фирма Бабенко занималась охраной крупного одесского бизнесмена Романа Купера. Но вот сам Купер, как оказалось, был замешан в скандале. Он занимается криптовалютой, за что местные активисты обвиняют его в монополии и создании криптоимперии. Сколько тебе заплатили? В конце мая офис Купера пытались взять штурмом и забросали яйцами, после чего он и нанял охранную фирму Андрея Бабенко. Послужил ли конфликт причиной взрыва, пока выясняют правоохранители. Но уже говорят о возможном покушении на убийство. А тем временем лидер активистов Марк Гордиенко заявил, они здесь ни при чем. Любовь Кукла и Андрей Анастасов. Подробности в телеканал Интер. В Белгороде-Днестровском Одесской области сегодня повысили меры безопасности, опасались массовых беспорядков. Приняли ли местные депутаты отставку мэра и что стало причиной кризиса? Узнаем от Андрея Анастасова. Политический кризис в Белгороде-Днестровском длится уже три месяца. Мэр Алла Гинок обвиняет депутатов в том, что они сформировали в горсовете большинство и блокируют на сессиях все ее инициативы. В результате, дескать, парализована работа коммунальных предприятий, не пополняется казна. Все вопросы, которые выносятся, они касаются жизнедеятельности города, исключительно громады. И самая большая проблема для депутатского большинства, которое сегодня находится в оппозиции, это сплошная критика, никакого конструктива и ни одного конкретного предложения. Депутаты, в свою очередь, заявляют, что мэр их просто не хочет слышать. Узурпировала власть в городе, обвиняют ее в непрофессионализме и нецелевом расходовании бюджетных средств. Якобы Алла Гинок сама загнала Белгороднестровский в бедственное положение. Городское хозяйство коммунальное реально доведено до ручки. И город сейчас фактически находится без воды. Во всем городская голова винит депутатов. Депутатский корпус, в очередь, высказывает защиту аргумента, который не принимает городской голова. В итоге Гинок написала заявление об отставке. И сегодня на внеочередной сессии его должны были принять или отклонить депутаты. Появилась информация о возможном силовом сценарии. В город, помимо полицейского спецназа, прибыли депутаты облсовета, народный депутат и губернатор. Но в последний момент стало известно. Сессия не состоится. Мэр отозвала свое заявление. Горожане реагируют по-разному. Губернатор предлагает мэру и депутатскому большинству сесть за стол переговоров. Например, провести такую встречу 2 или 3 июля, если понадобится при его участии. Наверное, этот диалог длительный. Наверное, этот диалог не совсем приятный может быть. И это естественно, потому что есть какие-то накопившиеся проблемы. Но он точно необходим. И точно в этом можно найти какое-то взаимопонимание. Примерно половину депутатов, вступивших в конфронтацию с мэром, представляет оппозиционный блок. Нардеп от этой полицилы говорит, готовы к переговорам, но пока не видит у оппонентов стремления к диалогу. Я уверен, вот в этот период, который был назван сегодня губернатором, до 2-3 будет использован мэром и его командой, областной властью для того, чтобы там поодиночке выдергивать депутатов и стараться оказать на них давление с тем, чтобы изменить их точку зрения. Наше предложение сесть за стол переговоров, переформатировать исполнительный комитет, поменять секретаря совета и попытаться двигаться дальше. Завершился ли политический кризис в этом городе, по всей видимости, станет известно через неделю. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. В Ривненской области два подтвержденных случая ботулизма, и это только за прошлую неделю. Оба больных выжили, потому что смогли достать сыворотку в столице. Почему ее нет в области, разбиралась Снежана Сидорук. Виталий Корбюк попал в инфекционное отделение Ривненской горбольницы неделю назад, когда почувствовал, что падает зрение. Врачи заподозрили ботулизм. В лаборатории диагноз подтвердили. Пациенту вкололи антитоксическую сыворотку. Правда, времени такой не касалось. Заказывать пришлось в столице. Ему помогла больше праці, где он на данный момент перебывает. И они самостоятельно, добровольно почули, что такая ситуация стала с людьми. И была замовлена сыворотка, проплачена и доставлена. В управлении здравоохранения говорят, проблема с вакциной от падулизма существует. Раньше ее получали в Минздраве. Но в апреле закончился срок годности, а новую партию пока не завезли. Поэтому пациентам приходится покупать препарат самостоятельно. По 3,5 тысячи гривен за одну дозу. На сегодняшний день мы можем эту сыворотку приобрести на территориях Украины. Вона есть, но это и приватные предприятия, в частности, за деньги, за свои деньги. Виталию повезло. Лекарства доставили вовремя, и он выжил. На случай ботулизма в области в этом году участились. На прошлой неделе диагноз подтвердился у двух пациентов. Под подозрением еще двое. В 2017 году у нас было зарегистрировано три случаи ботулизма. Они были случаи поодинокие, не связаны с одним в разных районах нашей области. Чем именно отравились люди, сейчас устанавливают специалисты. А поскольку неизвестно, когда область получит сыворотку, медики просят внимательно изучать срок годности продуктов. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер Ривне. Когда мы обеспечили программу доступной лекарств, то в одних областях у нас сотни аптек по этому працюють, а в других областях только одиницы. Это означает, что украинские граждане, в зависимости от того, где они живут, имеют не одинаковый доступ к бесплатного лекарства. Мы сегодня имеем випадки, когда лекарства находятся в лекарнях на складах, но людям, которые лекуются в лекарнях, все равно выписывают, что они должны придраться, даже в том числе и то, что есть в лекарнях. В Украине нет диалога между гражданами и властью, так считает нардеп Сергей Каплин. По его мнению, несмотря на рост доверия украинцев к профсоюзам, они остаются без должного внимания чиновников, а требований рабочих правительство попросту не слышит. Каплин считает, что ситуацию нужно менять. Мы выведем на улице миллионы людей. Реджеп Таип Эрдоган победил на выборах в Турции. Теперь он, как президент, получит колоссальные полномочия. Он будет возглавлять правительство, назначать министров, а также руководителей спецслужб и армии без согласия парламента. Александр Васильченко из Турции. Вечером на площадях Стамбула прошла многомиллионная акция. Сторонники Реджепа Эрдогана открыто праздновали победу нынешнего президента еще до официальных результатов. По предварительным результатам экзитпола, большинство голосов, более 50% избирателей, отдали действующему президенту Реджепу Эрдогану. Его оппоненту Мухаммару Инже по разным подсчетам около 30%. Впрочем, официальные данные досрочных выборов не стали сюрпризом для кандидатов и избирателей. Получив голоса около 53% избирателей, в первом туре победил Эрдоган. Оппозиционер Инже смог заручиться поддержкой только 31% проголосовавших. Окончательные результаты обнародовал глава высшей избирательной комиссии Садиг Ювен. Он подтвердил, что Эрдоган набрал большинство голосов, тем самым признав победу турецкого президента. К тому же сообщил, желающих обжаловать результаты выборов пока нет. В свою очередь, турецкий лидер пообещал в предстоящий президентский срок исправить ошибки, допущенные его партией справедливости и развития. С этого момента президенту и парламенту придется очень много работать. Пришло время оставить аргументы, конфликты и обиды и сосредоточиться на будущем страны. При поддержке, которую нам выразили избиратели, мы и в дальнейшем будем давать решительный ответ тем, кто угрожает нашей стране посредством террористических организаций внутри и за ее пределами. Очередную победу Эрдогана признал и основной его соперник, оппозиционер Мухарем Инже. Прошедшие выборы существенно повлияли на нашу демократию и будущую жизнь. Новый режим, который вступает в силу с сегодняшнего дня, является большой угрозой для Турции. Одна партия или один человек, становящийся государством и в то же время исполнительная, законодательная и судебная система, сами по себе являются проблемой и будут в дальнейшем представлять опасность для Турции. В следующую пятилетку президентства Эрдоган намерен проводить кардинальные экономические реформы. После попытки госпереворота страна находится в экономическом кризисе и займется укреплением президентской власти. После референдума прошлой весной должность премьера упразднена, а глава государства получил право назначать всех министров и влиять на суды. Впрочем, такой политический курс государства поддержали более 25 миллионов человек. Если исходить из явки, 60 миллионов человек, 25 миллионов проголосовали за него. Конечно, поддерживали и других кандидатов. Его ближайший соперник набрал, если я не ошибаюсь, 13-14 миллионов голосов. Поэтому я думаю, что выбор Эрдогана является лучшим, так как большинство выбрало его. Официально в парламентских выборах победил народный блок Эрдогана, набрав 53% голосов. Но сама партия справедливости и развития получила один из самых низких результатов за последние 16 лет. Полицила набрала 42%, утратив абсолютное большинство в Меджилисе. А вот оппозиция на этот раз показала мощные результаты. Блок партии «Национальный альянс» набрали 34%. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал «Интер» специально из Стамбула. Президент Петр Порошенко поздравил Раджепа Эрдогана с победой. Во время телефонного разговора говорили о будущем сотрудничестве и предстоящем заседании Стратегического совета президентов, которое пройдет в Турции. Обсудили также взаимодействие в экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности. А в Брюсселе в эти дни говорят об Украине. В столице Евросоюза началась сессия парламентской ассамблеи «Евронест», куда входят страны восточного партнерства. Нардеп Наталья Королевская предложила внести в резолюцию пункт о необходимости преодоления гуманитарного кризиса на Донбассе. Речь идет о возобновлении соцвыплат украинским гражданам, проживающим по обе стороны линии разграничения, и усилении соцзащиты для тех, кто пострадал в результате боевых действий. Необходимо принять комплексную программу гуманитарной и социальной защиты людей, пострадавших. И мы поднимаем вопрос о нарушении прав человека. Право его на свободное место проживания, право его на доступ к здравоохранению, к образованию, право его на выборы, участие в выборах в своей стране. К сожалению, за 4 года конфликта этот вопрос так и не урегулирован в Украине. На Донбассе по-прежнему неспокойно. Боевики сегодня открывали огонь в Крымском и Каменке, били из гранатометов и пулеметов, а в районе Авдеевской промзоны украинских армейцев донимают вражеские снайперы. Все подробности знает Геннадий Вивденко. Ночью снова был бой. Наши бойцы ждут вечера и новых провокаций. У них прошла ротация, они тоже пообвыклись немножко и начали посерьезнее. Поэтому как бы держим ухо востро, тоже отвечаем. Враг применяет тактику снайперов. Группы пулеметчиков и автоматчиков выходят на этом полуразрушенном дачном поселке под Авдеевкой вплотную к нашим позициям. Расстояние 30-40 метров. Утречком так в 6 утра они будят нас стабильно. В основном стрелок идет. Стрелок, а тяж включается вечером, ночью. Бойцы уже традиционно жалуются на поведение БСЕ. В нем БСЕ стоит тут недалеко, так сказать, возле церкви. Они там носу все отковыряются. То есть никто ни за кем не наблюдает, никто ничего. В свободное время бойцы занимаются творчеством. Считают, что их произведение с собакой, снарядом и вооруженным защитником достойно места в музее. Однако пока его собираются перенести на передние окопы. До них здесь 15 метров. Вот так выглядит современное военное творчество. Критики, искусствоведы назвали бы это смелой инсталляцией. Воины собираются немного модернизировать эту фигуру, придать ей человеческий облик. Потом надеть на него маскировочную сетку и выставить на передовой. Распугивать вражеских снайперов. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Украинский политзаключенный Роман Сущенко попросил Олега Сенцова отказаться от голодовки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат Сущенко. Он выразил поддержку украинскому режиссеру и омбудсмену Людмиле Денисовой, которая добивается встречи с украинцами, заключенными в российских тюрьмах. Сущенко просит способствовать этому всех, кто может помочь в решении вопроса. Я напомню, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Сегодня 43-е сутки. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. Заседание по вопросу захвата одного из крупнейших предприятий по переработке сои, каховка протеин агро, снова перенесли. Уже в четвертый раз. Сегодня апелляционный суд Киева должен был рассмотреть заявление представителей собственников предприятия о незаконных действиях следователя прокуратуры Буковчаника. С его подачи промышленный комплекс был временно передан в управление бывших собственников предприятия банкрота, каховка, пром, агро. Юристы этой компании попытались в очередной раз манипулировать и подали свою апелляцию. Также поступила прокуратура. По их мнению, протеин агро вообще не является участником уголовного разбирательства. В итоге коллегия была вынуждена отложить слушание. На сегодняшний момент в базе апелляционного суда в материалах справи отсутствует протокол автоматичного распределения апелляционных скарг. Это, как на меня, с соответствием оборудованием унеможливый разряд на сегодняшний момент этих двух скарг. Кроме того, что касается апелляционной скарги следствия, то, как на меня, эта особа не попадает в перелик субъектов, какие здесь стороны вынуждения, в соответствии с статьей 393, имеют право подавать апелляционную скарг. Это слабое вырушение вымог процессуального законодательства. Парламент хочет еще на два года закрепить высокие зеленые тарифы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде. К слову, украинские цены на альтернативную электроэнергию самые высокие в Европе. К тому же авторы проекта законно предлагают отсрочить проведение открытых аукционов до 2025 года. Нардепы утверждают, что такие меры помогут привлечь иностранные инвестиции в Украину. Журналисты из интернет-издания «Наши гроши» провели расследование и выяснили, что в первую очередь на таких тарифах заработают авторы этого законопроекта. Что это? Привлечение инвестиций или лоббирование собственных интересов? Разбиралась Ксения Барвиненко. Украинские зеленые тарифы на уровне 15 евроцентов за киловатт самые высокие в Европе. В той же Германии они втрое ниже. Законопроект 84-49-1 предлагает продлить такие расценки еще минимум года на два. Потом уменьшить на 20 процентов и закрепить еще на пять лет. На этот же срок предусмотрена и возможность повышения тарифов при использовании украинского оборудования. Во времена Януковича бизнесом на зеленой энергетикой активно занимались братья Клюевы. И он приносил миллионные доходы в зеленой валюте. Теперь вот нынешние нардепы решили разработать новые нормы для этой прибыльной сферы. И в этом их личный интерес. Так утверждают журналисты интернет-издания, которая занималась расследованием этой темы. Мы в этой ситуации имеем дело с однозначным лоббистским законопроектом. Авторы этого законопроекта, вот самые народные депутаты, имеют полное и юридическое отношение к бизнесу, который они пытаются регулировать. В законопроекте в этом плане тогда очень интересно выглядит норма о том, что тот, кто использует оборудование отечественное, тот получает надбавку к тарифу. То есть покупай оборудование у соавтора законопроекта и будешь получать прибыток за счет всех остальных потребителей Украины. То есть, по сути, на украинцев перекладывают вот эту плату, вот эти деньги, которые хочет заработать вот этот народный депутат. На своей странице в Фейсбуке один из авторов документа, радикал Виктор Голосюк, утверждает, что такие нормы помогут привлечь инвестиции в Украину. А вот экономисты уверяют, заработает в первую очередь сам нардеп. И уже нужно запускать открытые аукционы, которые позволят строить солнечные или ветровые электростанции тем, кто предложит самый низкий тариф. От терминования аукционов, открытых до 2025 года, это инициатива, которая будет гальмовать развитие энергии Украины. Потому что весь цивилизованный мир работает именно на открытом рынке, в данном случае, в том числе, за принципом аукционов. Потому что именно этот принцип даёт минимальную цену и максимальный выигрыш для потребителей. Это выглядит больше как лоббийский интерес, чем государственный интерес. Потому что даже сейчас, когда в Украине зеленый тариф один из самых высших в Европе, всё равно мы не видим массовую развитию как солнечных электростанций, так и ветровых. Специалисты утверждают, высокие тарифы действительно могут привлечь инвесторов. Но думать нужно о людях. Ведь в первую очередь, такие цены бьют по карману украинцев. Стоимость альтернативной энергии связана с тарифами на традиционные виды энергии. По сути, чем выше зеленые тарифы, тем больше людям платить за электроэнергию. Потребитель не выбирает, какую электроэнергию он покупает, просто оплачивает всю стоимость электроэнергии, куда включается и стоимость этой зеленой энергии. Зеленый тариф в Украине, он самый высокий в Европе. Но вопрос в том, чтобы не переплачивать. В принципе, этот путь уже прошли практически все европейские страны, Испания, Чехия, по пересмотру зеленых тарифов. Сейчас наиболее оптимальная модель, при которой и привлекаются инвестиции, и сохраняется интерес для инвестора, это модель аукциона. К слову, подобных законопроектов в парламенте около десятка. Проект 84-49-1 является альтернативой законопроекту 84-49, который зарегистрировали в парламенте на две недели раньше. Он сохраняет сверхприбыли с зеленых тарифов на два года, а затем предполагает проведение открытых аукционов и введение объективных цен. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Вести уголовную ответственность на срок до 10 лет за контрабанду и незаконное пересечение границы призывает лидер радикальной партии. По мнению Олега Лешко, это позволит повысить зарплаты и пенсии украинцам. Из-за нелегального ввоза товаров в страну с рынка вытесняются отечественные производители, а это приводит к сокращению рабочих мест. Достаточно прикрытия контрабанду, которую крышуют силовики, и минимум до конца года можно отримать 5 миллиардов долларов. Поэтому мы требуем установления криминальной ответственности за контрабанду, за прорыв кордона, потому что это младенство. Когда берут, кто-то набивает себе кишени миллиардами, а страживает легальный выработник, который не может продать продукцию, банкротирует, страживают люди, которые не отримывают зарплаты и пенсии, и страживает Украина, какая слабка. Стала известна причина расстрела семьи в Харькове. Убийство совершил друг семьи, и, как он сам признался, совершил его из мести. Это произошло накануне. Соседка заметила окровавленное тело на балконе и вызвала полицию. В квартире оперативники обнаружили тела мужчины и женщины, а также раненую 13-летнюю девочку. Именно она опознала убийцу. Подозреваемый одолжил погибшему 200 тысяч долларов. После очередного конфликта он взял оружие и поехал к должнику. Его задержали через два часа после убийства. В машине нашли 200 тысяч долларов, 50 тысяч гривен и гладкоствольное, ружьё, карабин, а также пистолет. Всё было зарегистрировано. Высылать нелегалов без суда и следствия. Так звучит новый месседж Дональда Трампа. Военные предложили план «Б». Готовят для размещения мигрантов заброшенные военные базы. А вот что будет с детьми, которых уже отобрали у родителей, разбирался Дмитрий Анопченко. Они не первый день выходят на протесты и даже пытаются останавливать автобусы, которые увозят детей нелегалов, разлучённых с родителями. Их набили в автобус как преступников. Они же дети. Я даже грудничка там видела. Шумных демонстраций и пикетов по всей стране много. И если решительные меры по отношению ко взрослым многие ещё готовы оправдать, то истории малышей даже сторонников жёсткого курса и объявленной Трампом политики нулевой терпимости заставили дрогнуть. С детьми власти явно перегнули палку. В итоге около 500 из них уже вернули родителям. Но есть и проблема. Как пишет местная пресса, часть малышей в списках значатся под чужими именами. Отбирая детей у нелегалов, их имена записывали на слух, часто с ошибками, а документов у них вообще нет. У Дональда Трампа был вариант отступить, смягчить тон своих заявлений, но он решил действовать с точностью да наоборот. Призвал, сделав это по привычке, в Твиттере действовать без суда и следствия, немедленно депортировать всех нелегалов, не привлекая судей и не заводя дел. Позже пояснил свою позицию уже публично. Мол, над эмиграционной политикой США весь мир смеётся, а существующая система издевательства над законом и порядком. Могут пройти годы, пока их дела пройдут через юридическую систему и появится возможность отправить их обратно в страны проживания. Это нелепо. Беженцы могут быть убийцами, ворами, могут быть ужасными людьми, но демократы говорят да всё окей, пусть будут в стране. Я так не думаю. Понятно, что этот призыв Трампа только эмоции. Больше попытка мобилизировать своих избирателей, чем реально повлиять на ситуацию. И задержанных мигрантов, в том числе с детьми, а это десятки тысяч людей, надо где-то содержать. Неожиданный план предложили в штабе военно-морских сил страны. Расконсервировать старые военные базы в Калифорнии, Алабаме, Аризоне, заброшенные аэропорты, неиспользуемые казармы. Военные готовы их переоборудовать, решив сразу две задачи. И мигрантов будет куда отвозить, и от глаз общественности их укроют. Но Дональду Трампу эта тишина, похоже, и не нужна. Он осознанно выбирает другую тактику. В Америке скоро местные парламентские выборы окружения президента просило его сделать что-то, чтобы замять скандал. Но глава государства, как видите, делает громкие противоречивые заявления, встречается с родственниками тех, кто пострадал что на волне эмоций, на волне скандала. Те, кто проголосовали за него в ходе избирательной кампании, отдадут свои голоса и за республиканских кандидатов в губернаторы и в Конгресс. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Накал страстей в собственной стране не мешает Трампу заниматься чужими проблемами. Президент США хочет разрешить один из самых сложных конфликтов современности Палестино-Израильский. Что он предлагает? Узнаем от Сергея Услендера. Какой это мирный план по счету, никто и не помнит. Начиная со второй половины 20 века, все американские президенты считали своим долгом помирить израильтян и палестинцев. Никому не удалось. Теперь за дело взялся Трамп. И в Ромале, и в Иерусалиме говорят только об этом. В Израиле новый план восприняли с воодушевлением. Я провел две важные встречи с Джаредом Кушнером и Джейсоном Гринблаттом. Мы обсудили региональные вопросы, мирный процесс, особое внимание уделили ситуации в Газе. Должен сказать, что была оказана полная поддержка нашей позиции по обеспечению безопасности Израиля и его граждан на границе с сектором. Она была публично озвучена представителями американской администрации. Зять президента, Кушнер и спецпосланий Гринблатт на Ближнем Востоке сейчас бывают едва ли не чаще, чем в Вашингтоне. Их задача убедить стороны конфликта и региональных лидеров, что новая инициатива положит конец многолетней вражде. Как выразился один из высокопоставленных сотрудников Белого дома обеим сторонам, чтобы что-то получить, придется где-то уступить. И этот факт необходимость уступки вызвал раздражение у палестинского руководства. В своем интервью господин Кушнер пояснил, что администрация президента США фактически перешла от переговоров к диктату. Они полны решимости диктовать свои предложения. А это значит, что они вышли из-за переговорного стола. Подробностей пока мало, но известно, что проект соглашения не требует однозначных и односторонних уступок только от Израиля, как бывало раньше. От палестинцев ждут как минимум признания Израиля. Самый больной вопрос статус беженцев выносится за скобки. Трамп не рискнул его решать. Столица нового государства будет не в Восточном Иерусалиме, а само государство предлагается создать на Синае. Израиль сохранит контроль над большей частью поселений Западного берега. Выражаясь словами одного известного литературного героя, это предложение, от которого нельзя отказаться. Какие именно аргументы будут использовать Трамп, чтобы убедить стороны его принять, пока неизвестно. Но сам он неоднократно повторял это последнее предложение. Больше Америка в ход переговоров вмешиваться не будет. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Нож в спину от ближайшего соратника. Британского премьера шантажирует министр обороны, которого сама же Тереза Мэй и назначила. Чем не угодила глава правительства и чего требует руководитель министерства обороны. Узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Угроза и шантаж в высоких кабинетах британский премьер оказалась прижата к стенке. Против главы правительства выступил ее ближайший соратник, министр обороны. Гевин Уильямсон пригрозил Терезе Мэй вотумом недоверия и увольнением, если она не увеличит финансирование обороны. Это тот самый Гевин Уильямсон, который возглавлял предвыборный штаб Мэй и по сути привел ее к победе на выборах, за что премьер его очень щедро отблагодарила. В 42 года без опыта работы в правительстве с подачей Мэй он занял одну из самых ответственных должностей. А теперь Уильямсон открыто выступает против премьера, требует больше денег для своего ведомства, точнее дополнительно 2 миллиарда фунтов в год. Финансирование армии сейчас действительно горячая тема. Много техники устарело и морально, и физически. Лондон даже собирается закупить надувные танки, чтобы запутать потенциальных противников. Так иностранным разведкам будет сложнее понять, сколько у страны бронетехники. Но министр выбрал необычную тактику, чтобы убедить премьера дать больше денег. Запугивание. Он грозит убедить депутатов не голосовать за бюджет и в дальнейшем вообще сместить премьера с должности. Многие объясняют столь смелое поведение бывшего соратника его личными амбициями. Дескать, Вильямсон может воспользоваться нестабильностью на Даунин-стрит из-за Брексита и подвинуть бывшую начальницу на посту премьера. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. На каком курорте туристам нельзя делать селфи, за какую ложку можно попасть за решетку и как выглядит самая уродливая собака в мире. Обо всем этом прямо сейчас. Заберут вместе с остатками новичка. Британское правительство намерено выкупить дом и автомобиль Сергея Скрипаля, а также имущество полицейского Ника Бейли, пострадавшего при отравлении российского шпиона. После применения нервно-паралитического вещества оба дома стали непригодными для проживания. Общая сумма сделки около миллиона фунтов. В Таиланде продолжаются поиски футбольной команды, пропавшей в пещере Кхао Луанг. 12 мальчиков-подростков и их 20-летний тренер исчезли в субботу на территории заповедника в провинции Чианграй. Велосипеды и вещи спортсменов обнаружили у входа в подземелье. По мнению спасателей, группа оказалась заблокирована в затопленной пещере. Уровень грунтовых вод поднимается в сезон дождей. Поплатился за ложку героина. В Стамфорде штат Коннектикут арестовали художника, который установил огромный памятник в виде железной ложки с наркотиком возле офиса фармацевтической компании. Так, Фернандо Льюис Альварес хотел выразить протест против выпуска этой фирмы препаратов на основе опиоидов. Америка вышла на гей-парад. В крупных городах США прошли праздничные шествия в поддержку прав сексуальных меньшинств. Тысячи людей с радужными флагами маршировали по главным улицам Сан-Франциско, Миннеаполиса, Сиэтла. В Нью-Йорке к шествию присоединился губернатор штата Эндрю Коомо и актриса Синтия Никсон, известная по фильму «Секс в большом городе». Синтия не скрывает свою гомосексуальность. Пляжный отдых без селфи в индийском штате Гоа определили зоны, где запрещено себя фотографировать. Местные власти пошли на этот шаг после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования. Теперь на 24 участках побережья будут установлены таблички «Селфи запрещено». В США выбрали самую уродливую собаку в мире. Ежегодно конкурс проходит в городе Петалума, штат Калифорния. В этом году официальным уродцем стал 9-летний английский бульдог по кличке Жажа. Он обошел 13 других претендентов благодаря очень длинному языку и широко поставленным лапам. В качестве приза хозяйка победителя получила полторы тысячи долларов. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова